МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Крылья Советов обыграли саратовскую команду. Игра закончилась со счетом 6-0 в пользу самарцев. Напомним, что в первом матче РПЛ 20 июля Крылья сыграют с Зенитом. Впереди два месяца лета. Это значит, что еще много времени на то, чтобы посетить все живописные пляжи Самарской области. Для тех, кто готов в выходные отправиться в приключения, сайт телеканала Самара ГИС подготовил список мест для купания, располагающихся за Волгой. В Самарской области сегодня отмечают День семьи, любви и верности. Официальный статус дата получила в 2022 году, когда президент России Владимир Путин подписал указ об установлении государственного праздника, посвященного сохранению семейных ценностей. История праздника тесно связана с Петром и Февронией и муромскими. Их считают примером христианского брака. Почитание этих святых возобновили в Муроме в 1990-х, а в начале 2000-х ко Дню памяти князей и княгиней 8 июля приурочили празднование Дня города. В 2006 году муромчане предложили учредить новый семейный праздник. В качестве даты для него выбрали День памяти Петра и Февронии – 8 июля. Руководители региона Вячеслав Федорищев и глава Самары Елена Лапушкина поздравили жителей Самарской области в День семьи, любви и верности. Этот год объявлен президентом страны Годом семьи, что еще раз подчеркивает ориентиры государственной политики, защиту семьи, традиционных семейных ценностей, важных для развития страны. В жизни каждого человека семья занимает особое место. Именно семья является нашей опорой и тылом. Мы делимся с близкими и радостями, и горестями, разделяем с родными важные события жизни. В Самарской области для поддержки семей предусмотрен комплекс мер, а общий объем средств на эти цели запланирован в объеме более 50 миллиардов рублей. В Самарском этнопарке «Дружба народов» прошел Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества. Работали национальные дома и подворья, выставки изделий декоративно-прикладного творчества, трогательная ярмарка, площадка, семейная библиотека и гастрономические локации. Гости праздника услышали концерт творческих коллективов. В Самарской области от града и сильного ветра пострадали школа, спорткомплекс и частные дома. Основной удар приняли на себя сельские поселения Староганькино и Савруха, Похвестневского района. Разрушенными оказались кровли учебного заведения, теплотрассы и электрооборудование котельной, а также частные дома. В настоящее время эксперты оценивают ущерб и масштабы восстановительных работ. Диетолог-эндокринолог рассказал, какие продукты стоит ограничить в своем рационе. Это продукты, которые содержат сахар, мед, различные сиропы. Рекомендуется, чтобы их калорийность была не более 50% от общего рациона. Алкоголь лучше вообще убрать из рациона, потому что нет безопасной дозы, уточнил врач. По словам специалиста, не стоит часто есть сосиски, колбасы, бекон и другие продукты промышленного переработанного мяса. Также лучше не употреблять в пищу фастфуд и продукты глубокой заморозки. Продолжение следует...